Всем привет! Это видео продолжение моего предыдущего видео дня, где я гуляла по улице Бетлэми и другим улицам старого города. Так оно заканчивается, что мы въезжаем на площадь Свободы и сейчас мы продолжим нашу прогулку уже на машине. Проедем весь проспект Руставили, потом улицу Мираба-Костава и закончим прогулку на улице Юрия Гагарина. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Итак, мы въезжаем на центральный проспект города имени Шота Руставили. Брусчатка осталась позади и поэтому видео трясти будет гораздо меньше. Думаю, что вообще не будет. Слева от нас остался торговый центр, галерея на месте бывшего универмага, который был открыт в декабре 2018 года. А до этого времени полуразрушенные стены старого универмага были закрыты лесами и декоративной сеткой. Видео идентично этому выходило у меня на канале примерно год назад. Также я проезжала по этому маршруту и много рассказывала о зданиях, которые встречаются нам на пути. Поэтому повторяться не буду, лучше оставлю вам ссылку на то видео. А в этом видео просто посмотрим на здание улицы и поговорим. Ну и это, конечно же, театр оперы и балета. Ремонт пока на проспекте Руставили не начинался. На какие сроки его перенесли, я как-то не слышала. Хочу немного поговорить про предыдущее видео, где я гуляла по улицам Старого Тбилиси и где я говорю, что никогда не была на улице Бетлеми, на улице Иерусалима. И я стала сама думать, почему же я туда не заходила. И потом вспомнила, так как ремонт на улицах был в 2012-2013 годах, то до этого эти все дома выглядели довольно плачевно. Ну, были в таком полуразрушенном состоянии. И в то время у меня также сын был еще очень маленький. И слишком долго с ним где-то ходить и водить по улицам, где достаточно крутые подъемы, было достаточно, конечно, сложно. В основном мы с ним гуляли на проспекте Руставили, очень часто сюда ездили и в районе Серных Бань. А уже внутрь вот этих старых улиц мы никогда не заходили. И очень часто мы просто катались по Тбилиси на машине, потому что трафик в то время был совершенно другой. И можно было без проблем доехать в любую точку Тбилиси, не стояв в часовых пробках. И перед нами сейчас площадь Руставили, памятник Шота Руставили и первое здание Макдональдса в Тбилиси. Все названия улиц, по которым мы проезжаем, как вы видите, написаны на экране. Сегодня я тоже уже сняла красивое видео из старого Тбилиси. Дальше продолжаю гулять по улицам старого города и с какими-то знакомиться. Ну, конечно, большинство улиц Тбилиси и районов я прекрасно знаю. А когда приезжают в гости родственники или знакомые, то времени обычно немного и стараешься показать им как можно больше из Тбилиси и часть Грузии. И поэтому, конечно, по Тбилиси проводишь их по основным центральным туристическим местам и также стараешься отвезти куда-нибудь в однодневной доступности от Тбилиси. Поэтому ходить, бродить уже вот по таким небольшим улицам времени обычно не бывает. А тем более, когда просто живешь в городе, когда ты житель этого города, то ты все это знаешь. Да, вот там есть такая улица, вот ты посмотрел, все красиво, но времени заходить туда как бы нет. Это как в Батуми, я знаю, люди годами не приходят на море и не видят его. И когда ребенок был маленький, конечно, все время и внимание уделялось ему. А так как у нас в Тбилиси нет бабушек и дедушек, то все приходилось делать нам самим и везде брать его с собой, куда бы мы ни пошли. Зато он прекрасно знает весь Тбилиси и всю Грузию. Но теперь, так как я веду канал, то, конечно, я везде уже хожу, как на работу. Снимать видео, монтировать видео, это, конечно, тоже работа, которая отнимает очень много времени. Но при этом доставляет мне огромное удовольствие. Пока я тут говорю, мы уже доехали до площади Героев и продолжаем наш путь по улице Мираба-Костава. Слева находится зоопарк. Также у меня на канале выходило недавно видео из Тбилисского зоопарка. Кто не смотрел и кого интересует, то ссылка будет в описании. И улица Мираба-Костава очень длинная и с поворотом проходит через большую центральную часть Тбилиси. Слева от нас сейчас находится главный корпус Технического университета Грузии. И впереди площадь имени 26 мая, на которой мы видим голубой четырехзвездный отель Holy Day, носящий раньше название Аджария. В советское время эта гостиница входила в систему Интурист и была построена в 1970 году. После войны с Абхазией в эту гостиницу были заселены беженцы. И в 2005 году они были расселены с выплатой компенсации. Отель был реконструирован и открылся в 2010 году. И с этого места на дороге началась ужасная пробка. Это Макдональдс и Буртало. И хотела я снять дворец Порта, но большое количество машин помешало мне это сделать. Параллельно этой улице пролегает проспект Пекина. Кому интересно посмотреть видео с этого проспекта, я снимала его в начале декабря. Ссылка будет в описании. А тем временем мы въезжаем на площадь Саакадзе. Левее плоское здание – это здание мэрии Тбилиси. И впереди новозастраивающийся микрорайон города. Посередине площади мы видим памятник полководцу военному и политическому деятелю грузинского царства Картли Георгию Саакадзе. Проехав площадь Саакадзе, мы оказываемся на улице Жюли Шартава, которая сейчас представляет собой интерес, так как на ней встречаются две эпохи. Эпоха 10-20-х годов 21 века и эпоха 60-х годов 20 века. Как вы видите, вся правая сторона улицы по ходу движения – это вновь построенные дома, которые еще строятся. Некоторые начали строиться достаточно давно. В 2008 году многие из них как-то встали, затормозились. Но сейчас вот уже они все достраиваются. И единственное старое здание, оставшееся на этой стороне улицы, мы сейчас проехали – это здание детского сада. Последнюю неделю в Тбилиси установилась очень жаркая погода. Температура воздуха каждый день днем достигает 35 градусов. И также каждый день почти висят облака. Поэтому влажность воздуха повышена и кажется, что на улице еще жарче. Также забыла дать совет, когда рассказывала про старое Тбилиси. Тем, кто собирается приехать в отпуск в Тбилиси и гулять по старым улицам, естественно, нужна очень удобная обувь на плоской подошве, потому что в основном все улицы старого города выложены брусчаткой, а также есть много спусков и подъемов. А мы тем временем проезжаем площадь Живания, бывшую площадь Юрия Гагарина, и спускаемся по улице Гагарина на проспект маршала Геловани. И, как вы видите, на этой улице тоже идет строительство. Но, как мне кажется, сейчас строительство идет буквально в любом районе Тбилиси, что, конечно, приносит с одной стороны определенные неудобства, а с другой стороны очень радует. Также на этой улице, как и на проспекте Александра Казбеги, можно встретить очень много обменных пунктов с хорошим курсом валют. Сейчас мы будем проезжать здание головного офиса Сокартвелосбанка, банка Грузии. Обычно я его снимаю с набережной, и сейчас вы его увидите немного по другим ракурсам. Это здание бывшего Министерства автомобильных дорог Грузии. О нем я также часто рассказываю и один раз рассказывала, кстати, очень подробно. У меня только в том году выходило видео, где мы ехали по району Сабуртало. Кому интересно, можете посмотреть на канале. Также ссылка будет в описании к видео. Сейчас ли вы увидите ресторан Этноси, но его веранды мне не удалось также снять из-за потока машин. И на этом я буду заканчивать свое сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Делитесь видео с друзьями. До новых встреч в новых видео из Тбилиси.